Некоторые нюансы работы с МДФ пур клеем и ласточкой Хоффмана. Для изготовления арок из МДФ довольно большого сечения мы нарезали из плиты МДФ полосы нужной ширины. Затем, подрезав торцы под нужным углом, соединили стык при помощи ласточки Хоффмана. Для того, чтобы наши слои под давлением пресса не сдвинулись, мы их скрепляем скобами при помощи пневмостеплера. На стыках дополнительно прокладываем армирующую сетку. Размечаем места, в которые можно забивать скобы, чтобы не испортить фрезу. Для распределения клея по заготовкам используем шпателем. После этого сформированные пакеты закладываются в пресс. нагрев плит в этом случае не нужен, так как сечение заготовок большое и равномерного прогрева по всей толщине все равно не получится. Время выдержки под давлением при температуре 18-20 градусов Цельсия составляет около 30 минут. Полное отверждение клея, естественно, происходит значительно позже. Больше всего в ласточке Хоффмана мне нравится то, что не нужно применять никаких зажимных устройств. А при соединении деталей не под прямым углом это очень важно. Об этом очень полезном изобретении у меня есть ролик. Ссылку на него я размещу в описании. Полиуретановый клей мне нравится тем, что в составе его отсутствует вода, которая при нанесении на большие площади создает определенные проблемы. Материалы, впитывая воду в себя, могут деформироваться, а иногда набухать и соответственно изменяться в раздражении. размерах. Создаем программу с помощью ArtCama. Для того, чтобы заготовки с помощью вакуумных подушек могли зафиксироваться на рабочем столе, делаем подложку из плиты МДФ. Также она будет служить координатным шаблоном по оси XY. Крайние точки заготовки, углы, служат ориентиром для точного позиционирования на шаблоне. С помощью саморезов прикрепляем заготовку к подложке. На заранее позиционированные траверсы рабочего стола устанавливаем шаблон. Он опирается на штоки координатного угла. Вакуум притягивает заготовку к подушкам, убираются координатные штоки и начинается обработка. из револьверного магазина фреза устанавливается сам шпиндель. 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 Продолжение следует... 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 После 12 часов работы заказчик имеет детали арочного потолка, а мы имеем кучу отходов, но мы не жалуемся. Кому понравилось ставьте лайк и делитесь в соцсетях. Кто не подписан, подписывайтесь. Надеюсь, что на моем канале будет много интересного. До свидания, всем удачи. Продолжение следует...